Привет, ребята, это Илья Икямсев, и это обзор на концерт Руслана Белого, который называется «Все еще». Он лежит в интернете на специальном сайте, что-то там, гет-концерт, что-то еще. И я купил его за 300 рублей. И у меня основная была вопрос, заплатил ли я 300 рублей правильно за то, и за что вот можно было бы сесть вечером, посидеть там, посмотреть, посмеяться каким-то образом. То есть, соответствует ли цена качеству? Скажу, нет, цена не соответствует качеству. Сейчас объясню, почему. Смотрите, Руслан Белый всю жизнь был известен тем, что если он не дописывал блог, то ему было, собственно, и похер. Вы можете сделать любое обобщение о Руслане Белом, но вообще в целом никогда не понятно, будет ли он писать шутку, или мы просто проведем время с чуваком, который говорит «Хэ-хэй, что-то там, туда-сюда, вот это, хэ-хэ-хэ», что-то такое вот. Ну, он как бы отыгрывал на этом, и причем он, мне кажется, никогда об этом не парился. То есть, ну вот, не дописал их хер с ним, вот они смеются, вот такие. Ну, в общем, таким был немножечко похуистым по отношению к собственному материалу. И весь концерт сделан таким, то есть, там шутка потеряна, здесь просто какие-то херовины идут, там какое-то неприсоединение. Грандиозно запорот последний блок, то есть, там он идет, 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 хорошо идет, и в конце нет шутки. Причем, настолько нет шутки, что ты говоришь вот прям так, да, то есть, там все затемнение, и ты такой, вот на этом мы остановимся, да. Вот так вот должен был закончить, этой фразой, которая была понятна примерно с середины. Причем середина была интереснее, чем конец раз в сто. Проебано все, конечно, я с удивлением к этому отношусь. Шутки все так же, ну я не знаю, они настолько разбросаны. Самые интересные моменты, когда, если мы говорим о комедии в концерте, когда Руслан переключается на себя и говорит хоть какие-то факты. Все остальное, когда он пытается описать мир и остаться в описании мира с третьей позиции, типа вон тогда было так, это все напоминает один большой бесконечный паблик, как хорошо было в СССР, или плохо, или хорошо, или плохо, а что хорошо, а что плохо. И это бесконечный разговор в интернете, это отдельное свойство развлечений, которое мне кажется, что взрослый комик в стендапе вообще не должен трогать. Ну потрогали один раз эту сгущенку сраную, но строить на ней карьеру может быть, ну только конченый человек, у которого вообще в жизни нет больше никакой идеи. Ну я немного верю в Руслана все-таки, он такой человек прознообразнее, чем банк со сгущенкой и пионерская организация, но нахрен это надо, я не знаю. В общем, все, что дописано, все, что интересно в концерте, касается лично Руслана, лично что-то с ним произошедшего и личного отношения. Вот я был прям в этой ситуации. Ну, например, блог с фотографированием жопы, это прям хорошо, ну это прям отличный комедийный блог, вот так они должны выглядеть. Все остальное можно завернуть, в принципе, выкинуть, потому что это, ну, очень странно звучит. В общем, что я могу сказать, это очень профессиональный концерт, профессионального комика, который очень плохо сделан, то есть спустя рукава напрямую. Ну, в общем, натрайбанно. Теперь, почему его обязательно надо смотреть? Потому что это очень хороший концерт, это прям отличный концерт, как сумма всех его частей. По комедии он провален. Ну, блядь, давайте честно скажем, комедия белого – это константа. То есть он ее не меняет, ее форму никогда. Он бросает что-то на середине, может запиздеться просто, что-то там говорит, говорит. Люди все равно радуются. Он такой, да и хуй с ним, блядь. И для него всегда была важна тема. То есть он человек темы. Вот если взять первый его концерт, где он пытается выбраться из Воронежа, записываю его в Воронеже, кстати. Он именно вот что концентрируется на теме, даже если он не может туда написать, он лучше скажет что-то важное для него, нежели будет брать какие-то штуки, где удобнее пошутить или по силам пошутить, или пришла идея. Нет, он не допишет, но вот это важно сейчас. И это свойство, оно, мне кажется, сейчас гораздо важнее, чем любое другое свойство комика. Объясню почему. Чуть попозже. Но вот это не то, что меня смутило в этом концерте. Ну, в конце концов, блин, он такой, какого я его видел много лет и много лет обозревал, и много лет там что-то пытался с этим придумать. Ну и хрен с ним. У меня нет претензий к нему, как комику вот сейчас. У меня есть интерес к тому, что он говорит. И что он говорит, это самое важное в этом концерте, потому что, давайте честно скажем, это первый концерт, который напрямую осуждает войну. Напрямую. Нет в российском стендапе никакого осуждения войны в принципе. Был концерт Лени Кулакова, который был про человека, который пытается съехать с темы. То есть он не хочет быть не там, он не осуждает, но и не поддерживает. Вот мечется, как бабка между прилавками. В общем, все это там, яблоки или груши, яблоки или груши, может мандарины. В общем, вот такой это концерт. Белый четко говорит свою позицию. Я уже делал 10 лучших выступлений в эмиграции. И даже в эмиграции, ну не то, что даже. Вот как-то приехали люди, и они там шутили про такси. И здесь шутят про такси. Как будто войны нет. Вот типа война вот здесь, вот прямо перед лицом. А все такие, я короче, вот такси, интересная Грузия. Ой, как тут. А знаете, татары похожи на казахов. Вот язык даже похожий. Вот интересные логические. Ты скажешь, сука, война. Война, вот она, война. Я живу в ней. Я каждый день в ней. Скажите что-нибудь. Давайте честно скажем, что и мало кто это делает. То есть Долгополов, но он ведет программу скорее. Он рассуждает о ней. Он не выпускает объекты стендапа. Он делает стендап про это. Копаница записал около, ну там в сумме от 40 минут до часа. Очень близкого по тональности и хоть как переживающего события. Не то, что уезда, а вообще устройства мира. И, например, и Драк Мирзелезаде, который просто чем-то другим. Вот сейчас он записывает концерт. Может, он будет таким же. И все. Там даже нет концерта про это. Вот конкретно про это. Вот про этого слона, который у всех у нас стоит в комнате. Я, понимаете, я сейчас обозреваю концерты. И выходят эти концерты. Я говорю, я вынужден вот огибать его. Я вот так вот. Ну да, да, там хорошие шутки. Вот внутренняя миграция, понимаю. Вот это все. Но сидишь и думаешь, господи. Вот настолько нет нерва времени в этих концертах. Это первый концерт, который прям про то, что здесь и сейчас, из позиции человека, который чувствует к этому причастность. То есть я здесь, я живу. Что случилось? Как с этим разобраться? Кто, где, что, зачем? Вот оно. Первый. И единственный, блядь. Вот слушайте. Как у кого-нибудь могло уместиться в голове, что именно Руслан Белый сделает этот концерт? Честно говоря, у меня на него были наибольшие ставки, что он поддержит всю эту херню. Потому что в общественном сознании вот этот вот человечек-силовичок, вот которого всю жизнь играет Руслан Белый на сцене, он вот и должен туда подержать. А нет. Поддержали вот эти ребята в меховых кепках. Все эти Стасы Старовойтовы. То есть кто виноват? Вот эти вот мужичок с рыбалки. Вот долбоеб. Вот и делайте так. И лучшее, что там есть, это то, что он не просто рефлексирует, он предлагает решение. И все решения очень смешные. Как только начинается вот это все, ты говоришь, да, вот человек на моей волне. Второй очень важный момент. Здесь я еще пока не слышал нормального монолога от взрослого человека, который не собирается возвращаться, который потерял хоть что-то. Большая часть людей, которые они там, ну, блин, те потери, не было ничего и стало ничего. Вот они так выглядят. Стало меньше перспектив. Ну, как бы это. Вот человек, который много потерял, он говорит какие-то слова, которые во мне отзываются. То есть во мне, как в человеке сорока с лишним лет, который вот конкретно вот в этих вещах меня прям судьба ткнула лицом. И нету ни одного такого, не то что маленького выступления, где кто-то говорит вот о ситуации взрослого человека сейчас здесь. Это меня очень... Меня подкупили не те моменты, когда он говорит про какое-то светлое прошлое, полусветлое прошлое, там, тёмное прошлое. А он говорит про обстоятельства, как сейчас вот взрослому человеку справиться с этим, какие идеи, последствия. Это тоже один концерт. Один концерт. Может, ой, он плохой. А кто сделал лучше? Покажи мне чувака, который сделал лучше такой концерт. Ноль. Поле пустое. Понимаете? Вообще ноль. Поэтому, да, надо смотреть. Вторая часть, которую я хотел бы отметить, это то, что... Совершенно охерительный последний блок. Я не знаю. Я смотрел на него и думал, бля, вот так и должно быть. Вот так вот. Да, шутки нет в конце, но, блядь, и без этой шутки. Это вот то, что нужно от комедии. Это весь спектр человеческих эмоций жизни от пошлого до непошлого, от умного до неумного. Все пронизано. Он буквально описывает всю жизнь через очень простой подход. Причем, взяв такой стереотипный заход, он находит в нем какой-то новый смысл, накладывает его на реальность. Вот эти вот многочисленные слои, через которые проходит идея абсолютной пошлости, которые есть, это, блядь, это ядро комедии. Это то, с чем она имеет дело. Она весь мир приземляет, понимаете? То есть она делает его простым и плоским. Вот сделать из сложного простоя через простые... Я сидел и думал, господи, какая красота. Там до этого был блок с этим, со списком, что очень сильно напомнило. Мне, конечно, смех бесправил. Но то, что происходит в конце, это феерия. Можно простить даже отсутствие пасть. С панчем это был бы великий блок. Я не знаю, он бы стал просто на уровень выше всех. Но сейчас вот пока вот, именно за счет вот этого своего какого-то консистентного проеба, я не знаю, он постоянно вот так вот в сомнении в каком-то комедийном находится. Блядь. Вот весь этот сетап, это прям, это невероятно хорошо. Это просто то, что должно быть на полке. Это то, из чего черпать энергию. То, из чего должны выходить корни. Хорошо, да, там есть моменты, которые прям феноменальны. Это факт. И последнее, что я хочу сказать про этот концерт, и почему вам его надо смотреть, потому что он отвечает на главный вопрос стендапа. Что такое аутентичность? То, зачем мы приходим в стендап, то, что мы пытаемся сделать, и то, что является ненаигранной формой. То есть, для тех людей, кто приходит в стендап, не просто я шучу, очень гладкие шутки, у меня карьера. Вот. Люди, которые говорят стендапом, которые им живут, у которых творческий путь важнее результата. То есть, то, что ты хочешь сказать, важнее результата то, как ты это сказал. То есть, ты подводишь свои идеи, свою позицию, свой мир под фокус комедии, но фокус комедии тебя не разрушает. Да, действительно, могло бы быть и лучше, но временами ты просто останавливаешься и говоришь, все, что я придумал, уводит меня от моей идеи. Поэтому я оставлю так, я оставлю сырьем. Вот кому надо, придет, найдет, разберется. Кому не надо, да, ну их нахрен, они мне не нужны. Мне нужны люди, которые меня поймут. Со мной поговорят, как вот через этот инструмент. Вот каким-то образом мы с ними соединимся, не на основе того, что я очень смешной хотелось бы, но на основе того, что у меня есть идеи, которые я хочу передать через это выступление. И здесь, вот в белом, в этом выступлении, при помощи того, аутентичность зашкаливает эта тема, он мог, понимаете, он мог выпустить любой другой концерт. Я могу иронизировать, что сама ситуация подтолкнула его быть аутентичным, потому что ему нельзя было выступать ни в каком виде, а если нельзя выступать ни в каком виде, ты свободен, ты свободен в своем выражении. То есть буквально Россия раскрыла белого через свои вот эти вот ограничения. Но это будет плохо, это плохая шутка и плохой подход. Я хочу сказать, что он мог этого и не делать, он мог тихо уехать, хорошо? Но он сказал, потому что не мог не говорить. Это очевидно. Когда он начинает, перестает ругаться на то, что, о господи, он начинает предлагать, он прям болеет за эти решения. То есть вот он, вот давайте так сделаем, давайте так, давайте поправим ситуацию. И в этот момент, вот эта вот вторая часть, вторая часть концерта, или третья, треть концерта, в общем, ближе к концу, она феноменально открыта. То есть там прям белого несет, несет в хорошем смысле, и ты такой, да, чувак, вот это то, что надо делать в стендапе. Идите, покупайте, смотрите, я хер знает, скорее всего, второго такого концерта мы никогда не увидим. С вами был Илья Икямсев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok